это программа интервью и сегодня мы говорим о смарт-школе сельского предпринимателя с руководителем центра поддержки предпринимательства инвестоагентства региона дмитрием учевым дмитрий вот мы остановились на том то что вот а пока сельский бизнес да вот надо понимать что это ведь не только а пока да то есть не только это молоко коровы фермерства это ведь любой бизнес это может быть парикмахерская сто который открыт на селе правильно мы понимаем ну да прошлом году у нас тюменской области был год сельского предпринимателя и одна из ключевых идей губернатора тюменской области в том что предприниматель на селе это не только про сельское хозяйство вы можете быть вообще дизайнером или программистом и жить в деревне и у нас сейчас в россии очень много таких примеров когда есть деревне дизайнеров например здесь деревне программистов от из тульской области там люди все больше и больше занимается тем что уходит в село и там как бы живут и и развиваются бизнес еще пандемии этому тоже поспособствовал эта тенденция она была и раньше очевидно а потому что сегодня современный фермер обладая например знаниями в инстаграм там или в социальных сетях имея доступа на торговые площадки международные все нам хорошо известны и там да а знаю маркетинг знаю как упаковать товар как его позиционировать он глобально может продавать свою продукцию вообще в любой точке мира жить допустим в аромаш его делать там сыр а продавать его допустим в екатеринбурге как минимум да и абсолютно это все возможно потому что современные технологии это все позволяет а допустим тюменский иван-чай он может продаваться он и продается в китае например да и там еще где то есть германии германии да то есть у нас получается история такая довольно мир глобальный стал и в этом есть определенные плюсы для развития именно маленького сельского предпринимательства и поэтому бизнес на селе это не только про пока сегодня это принципе любой человек который занимается на селе экономическим каким-то действием что еще очень важно важно что очень сильно пандемии этому поспособствовал тенденция была и раньше очевидно но сегодня по простому говоря в деревне гораздо меньше риск заболеть чем городе чем допустим когда вы едете в большом автобусе там или находитесь там в метро если вы там москве живете а в деревне гораздо меньше плотность населения и отсюда кого безопасность вашей жизни гораздо выше качество вашей жизни может быть потенциально гораздо выше и в этом как бы кроется некая такая точка серьезная то есть вот эта тенденция была очевидные раньше но вот благодаря пандемии может быть да во многом и наверное рывок сделали там на пять на шесть вперед и сейчас такие вещи очень сильно видны которые мне кажется в ближайшее время прям изменит некий на некую там картину экономики и только регионами россии в целом ну вот дмитрий ведь согласитесь чтобы создать деревню программистов чтобы там жили программисты и занимались своими разработками наверняка нужна хорошая инфраструктура а я думаю но не каждое село в россии может похвастаться хорошим интернетом хорошей инфраструктуры но у нас кеменской области все замечательно с интернетом и с дорогами и с безопасностью то есть как бы в этом плане мы одни из передовых регионов это очень хорошо на нас можно ориентироваться ну что ж дмитрий давайте теперь поговорим о будущем смарт-школа сельского предпринимателя 2 2021 что будет в этом проекте нового либо это будет некая калька того что было вот в ноябре прошлого года но смарт-школа сельского предпринимателя она продолжит все традиции которые были у нас по-прежнему будут топовые эксперты самые актуальные темы связаны с развитием бизнеса на селе но что еще будет будет отдельно уделено вопрос так называемым ошибкам предпринимателем что они неправильно делать когда занимаются бизнесом мы отдельно уделим внимание акселерации то есть что такое акселерация такое как бы программа при которой бывает предприниматель развивается существует много лет но каким-то причинам зашли в тупик дальше не двигаются никого некой стеночки подошли точки и не идут выше не идут дальше и вот такие вот проекты у нас будет по по акселерации сельского бизнеса где мы тоже будем активно идти вперед и дальше что еще хочется сказать феврале в марте мы проведем форум по развитию сельского предпринимательства на котором подведем итоги от того что было годом сельского предпринимателя в прошлом году и а вот как раз обозначим крупные большие задачи на ближайшее время это будет такое яркое большое событие февраль-март пока нас рабочие даты стоят уже активно мы ведем подготовку так что вот призываю следить за нас а что касается второго сезона смарт-школы он сейчас на каком этапе то есть что сейчас мы активно готовим сейчас разрабатываем программу ищем экспертов я думаю тоже в ближайшее время мы объявим о каких-то вещах так что следите за информацией вообще смарт-школы сельского предпринимателя это ведь проект центра мой бизнес вообще как мой бизнес может помочь предпринимателям в том числе и сельским то есть это есть какие-то может быть точки куда можно прийти спросить узнать какую-то информацию под расскажите о мерах и вот центр мой бизнес инвестиционного агентства тюменской области это одна из ключевых структур государственной поддержки предпринимателей в нашем регионе условно говоря нашу как бы форму поддержки можно разделить на несколько групп но во первых это та образовательная поддержка которая говорил здесь помимо смарт-школы есть и другие проекты которые помогут вам создать бизнес-план помогут вам развивать свой бизнес например азбука предпринимателя мама предприниматель вечерняя школа предпринимателя которые мы вместе с опорой россии реализуем социальная школа социального предприниматель большое количество образовательных проектов которые есть они все абсолютно бесплатны и доступны для жителей нашего региона второе это Это консультация. Очень часто человеку нужны знания, как правильно выбрать режим налогообложения, как, например, оформить те или иные документы, какая-то маркетинговая поддержка. Консультация у нас оказывается в Тюмени, в центре моего бизнеса, это здание Тюменского технопарка Республики 142. И практически в каждом муниципалитете есть наши сотрудники, где можно обратиться и получить хороший ответ высококлассных специалистов. Кроме этого, инвестиционное агентство Тюменской области чем может помочь? Во-первых, можем выступить гарантом по кредитам перед банками, у предпринимателей такая программа «Гарантийный фонд», в том случае, если ему не хватает, например, залога. Второе, у нас есть целая линейка финансовых продуктов, начиная от микрозаймов и заканчивая большими крупными целевыми займами. Кроме этого, инвестиционное агентство Тюменской области сопровождает проекты в их реализации, то есть помогает бизнесу в решении каких-то проблем, например, связанных с подключением сетей газа, света, с поиском земельных участков. То есть такой большой перечень палитр, скажем, поддержки, начиная от консультации, образования и заканчивая даже выводом на экспорт. В составе инвестиционного агентства Тюменской области есть центр поддержки экспорта, который помогает тюменским предпринимателям в их продвижении продукции за пределы нашей страны. То есть активно призываю пользоваться сайтом инвестиционного агентства и АТО.ру. Это инструменты государственной поддержки бизнеса в регионе. А помощь бесплатная или есть какие-то платные услуги? Ну, там есть определенные вещи платные, связанные с займами, они должны быть залоговые, и там есть проценты определенные. И гарантийный фонд тоже под небольшую ставку. Все остальное, оно как бы бесплатно. Дмитрий, вот уже в интервью вы упоминали, что наш год сельское предпринимательство, который был объявлен в 2020-м, так вот перерос в пятилетку, можно сказать, то есть еще на 4 года продлен. Какие проекты будут в рамках вот этого, вот этой пятилетки, да, сельского предпринимателя реализованы? Вот что будет интересно? Может быть, у вас есть какие-то? Ну, опять же, мы продолжим образовательные вещи. Их будет довольно много, они будут самые яркие. Начиная от детей, проекты «Бизнес детки» заканчивают прям серьезной акселерацией развития существующего бизнеса. Второе – это информационная работа. Очень важно формировать этот положительный образ, привлекать внимание общественности к тому, что бизнес на селе – это хорошо, и нужно его развивать. И вот есть яркий проект, который я бы хотел выделить. Это проект телеканала «Тюменское время» «Сельский бизнес». 22 отличные программы вышли в прошлом году, которые рассказывают о том, как конкретно человек на селе добился успеха, как он прочно стоит на ногах, как он создает рабочие места, как он платит налоги, как ему это удалось. Это очень важно, потому что у нас в сознании, у людей, особенно у молодежи, может быть, есть такая мысль, там, надо ехать в большие города, там, работать в какие-то, не знаю, биржах, а все забывают про то, что у нас рядом огромнейшая территория с огромнейшим потенциалом. И самое важное, проект телеканала «Тюменское время» – он показывает, что люди очень достойно живут, например, в Вирково или, я не знаю, в Абатске. То есть, казалось бы, многие этого не понимают, но в «Тюменском времени» это удалось, это классная штука. Ой, спасибо большое, передам обязательно коллегам. Вот. А что еще? Есть такие серьезные вещи, как, например, развитие интеграционных проектов. «Интегратор» – это компания, крупная компания, которая обладает, например, уже системой продажи, системой маркетинга, системой, там, производства. Когда к ним подсоединяются небольшие маленькие компании, интегрируемые, так называемые, для того, чтобы там какие-то части их процесса взять на себя и как-то подключиться. У нас есть такие примеры по производству мебели, выращиванию бычков, есть такие примеры по производству ягоды, там, смородины, например, вот, производство даже деревянных поддонов. Вот эти истории будут продолжаться и развиваться, потому что, когда маленькая компания каким-то образом начинает вместе работать с большой, таким образом тоже появляются новые рабочие места. И это тоже очень важно и очень хорошо. Там будет еще много всевозможных активностей, очень много полезных вещей поделано в рамках сельского предпринимательства. Но, я думаю, об этом уже подробно мои коллеги расскажут, потому что это такая большая глобальная нежелательственная история. Вот, Дмитрий, а вот вообще на ваш взгляд, сельский предприниматель, городской предприниматель, есть какие-то кардинальные различия между ними? То есть они чем-то отличаются, либо нет? Вот только местонахождение? Ну да, безусловно. Сельский предприниматель дышит чистым воздухом. Он раньше встает, у него может быть там, я не знаю, есть какое-то домашнее животное, которого нет у городского предпринимателя. Но глобально это очень похожие вещи. И когда современные сельские предприниматели, они уже знают соцсети, маркетинг, уже знают, как продавать, позиционировать, вообще отличия относятся к минимуму, их практически не существует. Поэтому здесь бизнес сельский, городской, он все больше и больше находится в таких одинаковых примерно условиях. Ну вы согласитесь, что на сельском предпринимателе в каком-то смысле больше ответственности, потому что село это, там мало людей обычно живет. И если, допустим, ты продал какую-то некачественную продукцию или вот что-то допустил, какую-то ошибку в своей работе, то уже, как говорится, сарафанное радио, и ты можешь пострадать в этом плане. Ну да, в этом плане да, потому что на селе по-простому люди все друг друга знают. И твое имя, цена твоего имени, репутация, грубо говоря, она имеет гораздо большую цену, чем в городе, хотя в городе тоже имеют очень высокую цену. И в этом же опять же кроется некое преимущество сельских бизнесменов, потому что есть такие крупные федеральные проекты по продаже фермерской продукции, когда конкретно мы знаем, у какого фермера я купил, у кого выращено это молоко или мясо. И это хорошая такая история, когда я покупаю не просто у огромной корпорации, а конкретного фермера, который живет в конкретной деревне. Я даже при желании могу к нему приехать. И в этом кроется серьезный потенциал для, опять же, позиционирования и развития бизнеса, роста продаж. Ну как вы считаете, вот у тюменцев, у в принципе россиян, вы наблюдаете такую тенденцию, что с каждым годом именно спрос не на что-то массовое производство, а на что-то такое уникальное, крафтовое, ручной работы, или, допустим, конкретно даже если взять продукты на экологически чистые, чтобы производилось вот от одной коровки, а не от целого там, да, там, какого-то комбината. Вот есть такая тенденция, вы не замечали? Ну вот варенье, например, недавно я купил в магазине варенье по простому сетилам, и вспомнил, как бабушка мне готовила варенье из смородины, но это не будет земля. То есть, как бы, поэтому запрос на вот эти вещи, которые делают конкретные люди, конкретные фермеры, конкретные, там, я не знаю, предпринимательности, он растет. Это мировая тенденция крафтовая, так называемая продукция, да, фермерская продукция. Да, она может быть где-то дороже, да, может быть ее меньше выпускается, но люди хотят кушать еду, которую они понимают, которая без всяких там е там 240 тысяч там каких-то там цифр и буф, которые написаны мелким почерком, невозможно прочитать, да. Поэтому запрос на качественную, экологическую, фермерскую продукцию – это мировая тенденция, и здесь мы тоже никак не отстаем. И есть, как бы, в больших городах все больше и больше магазинов, интернет-сайтов. Люди хотят хорошо кушать, качественно кушать и долго жить. И вот последний вопрос. Мы говорили о кооперации городского и сельского предпринимателя. Что один может дать другому? То есть, как эта кооперация будет взаимовыгодна обеими сторонами? Ну, городской все-таки может помочь в продажах, в позиционировании, в упаковке, то есть, как это все выглядит, как это продвигается в соцсетях. Сельский может помочь в самом качестве продукта, то есть, более качественная история, более понятная и более чистая продукция. И вот, когда они объединяются, это может быть просто очень серьезный потенциал для развития и для движения вперед. Ну что ж, Дмитрий, спасибо вам большое за беседу. Желаю вам успехов. Замечательно начать второй сезон Школы сельского предпринимательства. А это была программа интервью, и сегодня мы говорили о новом онлайн-проекте «Смарт-школа сельского предпринимателя». Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok